Приветствую вас! Я бы приглашил разбить вашу проблему на две части. Первая часть заключается в том, что вы пишете. Мой молодой человек потерял ко мне всякое доверие, после продолжительных ссор угроз бросить с моей стороны. И в конце концов он не выдержал, сказал, что больше шанса не дашь, но готов быть другом и продолжать так же заботиться обо мне. Ну вот здесь возникает сразу к вам вопрос. Из-за чего были конфликты? Почему вы угрожали молодому человеку его бросить? С чем это связано? То, что вы делали в такие достаточно серьезные замечания, достаточно серьезные такие высказывания. Что нам не двигало? Это первый момент. Первый большой такой, я бы сказал, пласт. Далее, вы пишете, что какие-то ошибки вы в себе осознали, что-то вы в себе поменяли, какие-то моменты вы исправили. В этом вы молодец, конечно. Но возникает следующий вопрос. Вы исправили моменты, и вы молодец. Но зачем вы исправили эти моменты? Для чего вы исправляли их? Вы говорите, я провела большую работу над собой. Это, безусловно, хорошо. Хорошо, что вы привели большую работу над собой. Но зачем вы это сделали? Для чего? Осознали ли вы, что именно вы неправильно что-то делали? Осознали ли вы, что именно вы некоторые свои действия позиционировали неправильно? Осознали ли вы, что вы действовали не исходя из того, чего вы хотите? Не будучи естественными, не будучи собой, а будучи подвержены своими желаниями. Только если вы осознали для себя этот момент, только если вы его осознали, тогда имеет смысл, ну, как бы, работать над собой. Только тогда имеет смысл пытаться молодому человеку что-то показать, что-то объяснить, что-то донести. Но даже в этом случае, в случае, если вы сделали это для себя, а не для него, то зачем вам ему что-то показать? Зачем вам ему что-то доносить, если вы и так знаете, что то, что вы делали ранее, было неправильным? Как вы понимаете, первый момент связан именно с тем, чтобы вы сами для себя определили направленность того, что вы делаете. Если вы менялись для себя, это одно, если вы менялись для него, это другое. И если вы менялись для себя для него, то малейшее его негативное восприятие того, что вы сделали, отсутствие отсутствие оценки того, что вы сделали, рискует отбросить вас назад, рискует отбросить вас обратно к той линии поведения, к которой вы придерживались ранее. То есть нужно понять, для чего вы это делаете. Все. Для чего? Что вами двигало? Это важно. Это необходимо. Это принципиально в данном случае. Это то, что я хотел вам сказать. Именно по этому поводу. Далее вы пишите такой момент. Я не могу это никак проявить к нему. Знаете, если вы проявили, если вы скорректировали свое поведение, если вы действительно изменили его, свое поведение, то вам никак не нужно на самом деле доказывать мужчине, что вы поменяли мою позицию. Ибо это будет как бы видно и так. Если вы действительно свою позицию изменили, если вы действительно свою позицию поменяли, если вы действительно как-то вот изменились для себя, поняли, что вы действуете неверно, действовали неверно, То вам не нужно пытаться Как-то себя Проявлять Нет у вас для этого Оснований Именно для попытки Для попытки Проявлять себя У вас это будет и так Прекрасить нестерственного поведения Вы же Такое впечатление Что стараетесь Концентрироваться Чересчур сильно На этом И скорее всего Именно эта проблема То есть вы все таки менялись Не для себя А для мужчин Вот именно эта проблема Скорее всего И не дает вам возможности Как бы расслабить мужчину Потому что Чтобы его расслабить Нужно На самом-то деле Нужно Просто быть с ним Просто Показывать ему что вы рядом Не желая Ничего Взамен Не желая Ничего Получать От этого Не желая Абсолютно Ничего Выиграть От того что вы ему Вот Ну Показываете Какие-то моменты От того что вы Проявляете Ему Свои изменения А вы это делаете Далее Следующая Следующая Значит Он не верит Ни одного Могу Слову Которые Которые Говорят О чувствах К нему Зачем Вы Говорите О чувствах К нему Эту тему Вы Обсуждали Как я Понял Не один раз Уже Уже Тема была Обсуждаема Много Раз И Ничего Хорошего Из этого Обсуждения Как я Понял Вы Не Вынесли Только Хочет Я Так Может быть Не нужно Говорить С Мужчиной О том Что Заверимый Является Чем-то Негативным Для Него Может Лучше Сейчас Говорить О чем-то Другом Более Неправильно Вы Получается Мужчине Пытается Доказать Что Вы Изменились Доказывает Доказывать Что Либо Это Начает Быть Ориентированной На Него А Не На Себя А Это Не Есть Хорошо Для Вам Не Нужно Говорить О Чувствах Не Нужно Говорить О Чем-то Вот Таком Вам Достаточно Просто Вести Себя Спокойно Естественно Правильно Может быть И Тогда Это Само По Себе Уже Покажет Мужчине Что Вы Поменялись Это Покажет Мужчине Что Вы Стали Другой А Пока Он Видит Только С вашей Сороны Попытки Его Переубедить И Именно Поэтому Вам Не Верят Надеюсь Это Мы С вами Тоже Разобрали Так Вы Видите Что У него Есть Чувства Даже Что У него Может Быть Но Он Не Видит С вами Будешь Его Говорит Мне После Всего Комплименты Шутим Роза Также В один Момент Орвался На Мне Извинялся Вот Время На Раздумья Я Уже Давала Кому Время На Раздумья Вы Давали Не Очень Понятно Сама Уже Больше Не Могу Выдерживать И Тянусь И Тянусь Этим Хочется Определенности Знаете Если Вы Человека Любите То Вам Достаточно Того Что Вы С ним И так Если Вы Человека Любите То Вам Достаточно Того Что Вы Вместе Если Вы Человека Любите То Вам Все Равно С вами Леон Без вас Леон И Так Дальше Но У вас Ситуация Складывается Так Что Вы Именно Не Можете В этой Неопределенности Жить Потому Что Неопределенность Не Позволяет Получить Вам Чего То Для Себя Какие То Свои Желания Вы Не Можете Реализовать Из-за Этого Из-за Вот Данного Момент И Именно Поэтому Неопределенность Вы Не Не Можете Это Ваше Желание Подумайте Как Для Чего Вам Нужна Определенность И Реализуйте Это Мужчина Не Обязан Вам Это Давать И Он Не Хочет Чувствовать Себя Средством Для Достижения Ваших Целей То Что Вы Делаете Сейчас Вы Не Позиционируете Свои Отношения Как Свободные Вы Не Наслаждаетесь Тем Что Вы Сможете С ним Общаться Вы Не Наслаждаетесь Тем Что Вы Можете С ним Взаимодействовать Этого Ничего Вы Не Делаете Вы Не Наслаждаетесь Данным Аспектом А Вы Думаете О Чем То Большем И Думая О Чем То Большем Естественно Вы Убиваете И Принижаете То Что У вас Например Может быть Сейчас Это Не Есть Хорошо Это Не Есть Страх То Если Вы Человека Любите Вы Принимаете Его Таким Какой Он Есть И Наслаждаетесь Тем Что Он Может Вам Дать Наслаждайтесь Тем Что Может Вам Дать Он Вам Сейчас Может Дать Друг Принеслась Дать Это Хорошо Это Нормально Далее Он Сказал Что Дал Собер Слово Больше Никогда Не Даст Шанс Если Снова Так С Некрасиво Поступил И Он Сказал Пока Для Себя Это Решение Не Изменит Как Это Решение От Меня Получается Вы Его Словах Ищите Подтверждение Тому Что В От Решение Все Кончено Не Нужно Решение Человека Менять На самом деле Не Нужно Решение Человека Стараться Изменить Это Неправильно Вы Для Себя Поменяете Все Что Именно Вы Неверно Делаете Вы Более Независимы От Мужчины Старайтесь Вы Как бы Своё желание Свою Реализацию Направьте В Русло Независимы От Него Постарайтесь Независимы Снизить Своё Назначение Мужчины То есть Назначение Мужчины Для Вас И Тогда У Вас Появятся Новые Возможности Для Реализации Всего Того Чего Вы Хотели А Поднаться Ладно Се Ощущение Что Вы Присоединяете За Какую Ниточку То есть Вы Зависимы Человек Зависимы От Него И Пока У Вас Зависимость От Него И От Ощущения Ваши Складываются Будут Плохо Потому Что Мужчине Не нравится Что Вы Растворяете Сном Мужчине Не нравится Что Вы Различком Зависимы От Него Он Не Чувствует Себя Рядом Рядом С Вами Мужчина Именно Потому Что Он Понимает Насколько Вы От Него Зависите Вот В этом И заключается Корень Ваши Проблемы А Почему Вы От Него Зависите С Этим Нужно Разбираться Скорее Всего Проблема Идет Из Дет Скорее Проблема Идет Из Того Как Вы Позиционируете Себя В отношениях И Какая У Вас Внутренняя Психическая Личностная Конституция И Организация И Структура Но С этим Совсем Нужно Распираться Ладно Понять Одно Пока Вы Ведете Себя Так Пока Вопрос Вы Ставите Так Ничего Не Отменит Мужчина Чувствует Что Вы По-прежнему На него Давите И Именно От Этого Напряженность На него Снимите Давление И Все Будет В Порядке Для Того Чтобы Снять Давление Нужна Часть Своих Желаний Часть Своих Потребностей Которые У вас Есть И Которые Нельзя Подавлять Учиться Реализовать Правильно А Для Этого Необходимо Понять Какие Они Что Вы Вкладываете В Своего Молодого Человека Почему Вы Так Не Хотите Не Можете Его Потерять Почему Вы Не Готовы Его Отпустить Для Чего Он Вам Нужен Для Каких Своих Сотребностей Он Вам Не Отходил Вот В Этом Направлении Вам Нужно Работать На Этом Все Надеюсь Что Помогу Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В Личку Помогу Если Вам Понравился Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи